Всем привет! Ну что, с наступающим! Счастья! Всего самого наилучшего, чтобы вас не покидало чувство любви, чтобы оно было всегда присуще вашей жизни, чтобы вы смели мечтать, чтобы были наполнены радостью и чтобы ваши мужчины всегда вас радовали. Ну, сегодня мы с вами посмотрим, что он затеял или затеет, или затеял ли что-либо в новогоднюю ночь или для новогодней ночи для вас. И сейчас, как бы, посмотрим. Так. Всё-таки посмотрю, кто пришёл. Император пришёл. Да, император пришёл. Как-то начинается королева Пентакли, император тут. Чего, что это за такое пространство? По какому-то прошлому он сожалеет, плачет. Королева мечей. А сам король? Кто у нас? Тут какая-то скрытая позиция, завершённая. Что-то завершено у него. Что-то завершено. Он думает, что любовь невозможна. Смотрите, что любовь невозможна. Она, скорее всего, может быть, думает ещё о том, свободна ли его женщина. В принципе, ждал. Можно сказать, если брать уже в отношении праздника, ждал. Хотя сама ситуация, тут какой-то блокировки есть. И очень-очень большая, очень сложная блокировка пути. Даже некое разочарование в пути. Буду ли я, смогу ли я, сделаю ли я что-либо. К примеру, получится ли у меня. Тут сомнения внутри в отношении женщины Король Пентакли. В отношении женщины, смотрите, женщину он императрицей показывает. Ну, возле него уже вот как-то проходит. Есть желание. Смотрите, тут может быть вопрос соперника однозначно. Или вопрос соперника для его жизни. Он не понимает, в каком отношении женщина к нему. Это раз. А во-вторых, здесь может быть, ну, как знаете... Может быть, и ситуация того, что люди разбежались когда-то. Он бывший. Но хочет быть, скорее всего, настоящим. Или вопрос, как я уже сказала, соперника проходит. Или разлучника. Ну, вот что-то в этом направлении. Но тут явно ситуация, когда он думает о женщине. Потому что императрица лежит, в принципе, в одном ряде с ним. Но есть какая-то такая внутренняя несостыковочка ума, скорее всего, и чувств. Потому что его ум как-то блокируется. Ну, или блокирует позицию его до двойка кубка. Видите, ум блокирует, или ум не разрешает, или ум говорит, да кому ты нужен. Или ум говорит, уже все пропало, что все пропало, вообще уезжаем, тому подобное. Она выбрала другого, или кто тебя там ждет, кто тебя там любит, кому ты нужен. Опять вот какие-то такие карты. Ну, вот что-то такое у нас, девчонки, сегодня. Ну, смотрите, девочки. Я постараюсь сегодня. У меня, в принципе, такая мысль. Я на всех своих каналах хочу сделать видео. Ну, по одному, просто по одному мальчику, скорее всего. Кто сегодня пришел, тот пришел. На женском счастье квантовое я тоже. Хочу вот свой расклад, успеть сделать развернутое положение о квантовых душах. Что, о чем они в новогоднюю, так сказать, в новогодние праздники, в новогоднюю ночь говорят друг другу. Ну, и, естественно, на других моих каналах ждите видео. Так. Его мысли о вас. Давайте обычным своим я сделаю раскладом. Его мысли о вас. И мы все смотрим в отношении сегодня, девочки, новогодняя ночь. Все. Мы все смотрим в отношении новогодней ночи. И даже действия, планы. Все в новогоднюю ночь. Проявление его тоже. Все в отношении. Вот что он скрывает тоже. Вот все вокруг да около новогодней ночи, новогодних поздравлений, новогоднего проявления. Поэтому все в отношении вокруг да около. Так. Его мысли. Его чувства к вам вот на этот период. Мысли тоже как бы. Его чувства. Что у него там в душе творится. Его подсознание. Что из подсознания. Может там его подсознание будет как-то шевелить его. Так. Будет ли он проявляться? Какое его проявление вообще? То, что он вообще прячет. Вообще скрывает. Что он скрывает уже посмотрим тоже. Так. И какие его планы? Ну и сами действия, девочки. Давайте-ка. Вот этот мальчик, что пришел. Я уже загляну. Королева мечей. Он боится. Как-то, ну, видите, показывает дно колоды королева мечей. Его действия. Его действия. Новогоднюю ночь. К новогодней ночи. Ну, как-то. Ну, как-то так. Поехали. Ну, смотрите, что. Чувствует себя он в одиночестве. Чувствует он, ну, по крайней мере, может и думает, ходит, бродит в одиночестве. Думает также, заняты вы, не заняты. В каком вы положении, как вы у вас с дорогами. Но здесь вопрос вообще, вопрос дороги. Что бы он хотел, скорее всего, его мысли. Мысли о дороге. Преодолеть расстояние. Он от этих мыслей отделаться, в принципе, не хочет, не может. Но и, скорее всего, не хочет. Ну, видите, как отшельник. Идет отшельник по мыслям. Что-либо потерянное. Ну, как бы продолжает эту тему человек. Продолжает. На душе он хотел бы тепла. На душе ему холодно. Он хочет праздника. Он хочет восстановить коммуникацию. Здесь, по-моему, или бывшие, как я уже сказала. Или что-либо не состоявшееся. Потому что проблема. Я потерял. Но у меня ощущение, что я все равно как бы... У меня ощущение... Есть ощущение. Вот. Что мы как будто бы вместе. Я хочу этого тепла. Хотя я хочу перейти из уровня потерянности в уровень коммуникации. Подай мне любовь. Подай мне тепло. Может, податель. Как-то так. Вот эти дороги, которые были потеряны. Я хочу их открыть. Возможно. Я хочу открыть это будущее. Но как это сделать, я не знаю. Может быть, еще вопрос мудрости проходит. Потому что я мог здесь очень много подумать. Переосмыслить. Может, переосмыслял свое некое поведение. Или я хорошенько подумал. Я походил, подумал. И, наверное, я не хочу быть без тебя. Я не хочу быть в одиночестве. Сейчас посмотрим, как это он не хочет быть. Или хочет... Ну, как бы... Сейчас посмотрим. Потому что... Вот его действия. Его проявления. Его планы. Сейчас как бы будем уточнять, что это в голове у него крутится. Одно желание такое. Или правильно сделать. Или все-таки... Все-таки вопрос праздника... Ну, как бы греет его душу. Сейчас будем уточнять. Ну, смотрите. Тут была все-таки ситуация, когда он, скорее всего, попал в раздвоенное состояние сознания. Может быть, может быть, через не хочу или через решение, что мне надо, вообще, что мне надо от этой жизни. С одной стороны, я как бы прикован. У меня желание открыться в будущее. Ну, вот, чтобы эти дороги были. А с другой стороны, может быть, была какая-либо другая удручающая его ситуация. И ему пришлось, ну, судя по всему, потерять. Ну, потерять все. Потому что из подсознания идет, во-первых, двойка. Я останавливаю. Идет блок. Блок в защите. То есть, я сам не понимаю, что я... Не то, что... Что это мне принесет. Потому что желание двигаться у меня сумасшедшее. Которое подтверждает. Это дикое желание страсти. Страсть, которая буяет. Страсть, которая хочет открытие дороги. Страсть, которая хочет... Желает строить. Но я не понимаю. То ли страсть руководит мною, то ли я руковожу страстью. Может быть. Ну, или еще раз. Могут быть ограничивающие какие-то обстоятельства. Которые вынудили человека, ну, вот, как бы впрыгнуть в некую потерю. Ну, тут и расстояние может проходить. И вдруг вопрос, можно-нельзя. Ну, как-то можно-нельзя, а очень хочется. Ну, как-то так. Можно-нельзя, это, знаете, это, к примеру, женщина с другим человеком. У женщины своя семья. Или, возможно, у него некое состояние такое двойственного положения. Ну, потому что то ли отшельник, то ли дьявол. То ли отшельник, то ли дьявол. То ли я мудрец, старец такой, в капюшоне хожу со своим этим самым... И чувствую, ну, со своим фонарем, да, со своим таким мудростью, глубоким пониманием своего света. Что нельзя, вот, нельзя трогать сокровенное, к примеру. Но куда дьявол это деть? Вот эту бешеную, клокочущую энергию страсти, когда я хочу, чтобы это было. Я хочу вот в этот дом, я хочу в эту страстную ситуацию жизни окунуться, этого взаимодействия. Я хочу этих подарков, я хочу этой, опять же, обмен энергией. Ну, как-то я хочу с этим человеком быть, и, возможно, и в горести, и в радости. И чтобы мы были, ну, как бы, а как мы будем, понимаете? Ну, вот, я просто слова не хочу произносить, ну, в некой сложной ситуации, в холоде, скажем так. Но, в принципе, а как? А как мы будем? А значит, мы, возможно, не будем. Понимаете? У него тут какая-то такая ситуация между-между. И эта двойка мечей, в принципе, о себе, ну, как бы себя обозначает на ситуации подсознания. Подсознание, которое его ставит вот это, закрывает душу. Вообще никуда не смотрю. Да, я вроде с одной стороны разбираюсь, понимаю. Но, возможно, делать пока ничего не буду. Ну, как-то. Может быть, чтобы сохранить что-либо. Но это блокирование вот этой дороги по развитию. Все-таки блокирование дороги по развитию. Но оно не отменяет страсти, и оно не отменяет желание действовать. Просто вместе быть с кем-то. Так, его проявление. Ух ты! Или... Ух ты! А он еще не решил. О, девочки, а он еще не решил. Надо быстро, пока я снимаю. Ну, пока я это все выгружу. Пока я это, как бы, уже все ближе и ближе, ближе будет к новогодней ночи. Ну, потому что пока это все обработает, конечно. Ну, девочки, на данный момент он не решил. Это раз. А во-вторых, у него процесс в решении. Вот все, гори оно все огнем. И я тут приду. Я тут вообще заявлю. Я тут покажу. Я тут разнесу все в пухи в клочья. Ну, может быть, как-то так. Или, что меня не ждут, а я. Вот он, я. И как бы, ну, понимаете, вот такие какие-то... Такие, ну... Я бы больше сказала, у него... Ну, это не детские, но оно где-то есть такое, знаете, в превосходной степени. Я вот сейчас вот вытворю. Я вот сейчас вот такое вытворю. Понимаете? Ну, как-то так. Ну, вытворит он. У нас есть еще три позиции. Сейчас будем смотреть. Ну, давайте сейчас посмотрим, что он тут будет. Белая карта, девчонки. И аркан на белой карте. Это все-таки умеренность лежит. И выбор здесь. То есть, он может все разру... Ну, как бы, вот это не то, что разрушение. Это у него желание молниеносное. У него желание примчаться к вам. Дверь, возможно, с ноги выбить. Ну, это внутри. И соединиться с вами в экстазис. Скажем так, ну, в общем процессе, ну, как бы, любви. Или, ну, как-то... Это есть желание уединения. И чтобы никто не тревожил. Есть оно. Но дело в том, что... Дело в том, что все-таки белая карта, белая карта говорит о... О, пока не... Сейчас, как это? Не на вызначенном. Сейчас. Не обозначенном. Как не... Ой, боже, что мои обычные слова вылетают. Но он не определился еще. Он еще... Вот это все у него как бы... Я не знаю, что им двигает. Может быть, сама энергия праздника. Вот как-то так. Сделает ли он? Говорю. У нас еще есть. Что он прячет? Двойка пентаклей. Тройка кубков. И карта справедливости. То, что он хотел бы перемен. И что... Вообще, что он прячет? Смотрите. Этот человек желает праздника. Однозначно. Карта праздника есть. Что он прячет? Что он может просто переживать и бояться некого возмездия. Или что он может понимать, что вот он с этой башней своей примчится. На своем коне. А двери будут закрытые. Что перемены... Ну, как бы холодом. Он жаром пышет. Понимаете? Он дышит, как действительно этот огнедышащий дракон мчится. А прячет то, что... А все... Я переживаю о холодности. Я переживаю, что она все-таки с мечом будет. Я переживаю, что она меня не примет. Я переживаю о том, что она думает, что, возможно, я гуляка. Может быть. Или что я не решился. Или что мне... Извините, девочки, за сленг нафиг надо. Вообще. Но... Но мне надо. Она же не понимает, что мне-то надо. Надо мне. Мне надо. Но, девочки, здесь больше говорю о том, что есть вот эта неуемная страсть какая-то, которую он, по-моему, ну как, старается контролировать, старается. Но он старается её то ли придушить, в принципе, как-то так, то ли, знаете, не говорить, вот это страсть и вот это я хочу эту женщину. Всё. Вот пусть я себе сам скажу чётко, ясно. Я очень сильно хочу эту женщину. А он, скорее всего, вуалирует это каким-то благочестивая марта. Помните этот? Вот это что-то с этой стороны. Я опять одену плащ, капюшон и буду ходить и говорить, что типа вот этот свет, что у меня в фонарике, это весь я. Ну, потому что у меня есть вот эта мудрость, понимание, как бы, что я должен себя вести праведно. Или, возможно, может ещё быть такое, что женщина не понимает моей страсти, поэтому я не могу ей открыть то, что меня обуревают такие желания. Я должен быть, ну как, или должен казаться, здесь тоже может быть такое положение, что я должен казаться, ой, или быть, или ещё, подождите. Я никого не хочу, не люблю, кроме неё. Нет, ну тут всё-таки так. Подождите, я это уточняю, сейчас я вам это скажу. Да нет, девочки, скорее, сейчас, 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 нет, он ушёл уже. Если этот мальчик у вас был любитель каких-либо похождений, что-то у него сейчас не клеится, сейчас у него вообще не выходит, вообще не выходит. Или его одолела одна женщина, то есть вы, скорее всего, по этому вопросу всё. Ну, не хочет, невкусны ему другие энергии. Ну, как-то не возбуждают его, у него есть возможность, есть возможность гулянок, но, ну, говорю, как-то не идёт. Ну, не идёт. Он, ну, может, из-за того, что он не достиг одного того желаемого, и он так себя настраивает. Ну, или, возможно, по высшему суду тут более чем, ну, как бы серьёзные дела, более чем. Но мы сегодня в это уже углубляться не будем, так как я хочу ещё сделать те, что меня просили, вопросы одиночества для одиноких. Поэтому, поэтому так, ну, как-то, ну, как-то мне надо отстоять, вот это мне надо доказать, вот, ну, вот, вот я прав, вот, вот я прав, я нашёл это всё. Вот главное, чтобы или она была в одиночестве, или, ну, то есть вы, или чтобы она меня хотела, или чтобы видела, может быть, чтобы, смотрите, даже его пыл не угас совершенно. Он такой же бешеный или взбалмошный, как, скорее всего, был. Но его желание, его желание, ну, может быть, реально наказание какое-то уже произошло за, может быть, тут, и он, ну, за какие-то гуляния, или за своеволие, или за своенравие, или за разгульную жизнь, или ещё за что-либо. Но дело в том, что он бы хотел, он бы хотел, чтобы вы видели его с другой стороны, но показывать вопрос в том, что он получил, грубо говоря, он не хочет. Вот в чём дело. Но чтобы вы, вы, когда будете на него смотреть, скорее всего, чтобы вы видели его покрытую голову, или посыпанную пеплом, ну, как-то так. Ну, давайте, планы, добираемся до планов. Так, думаю я, думаю, и десятка пентаклей. Ух ты! Ну, планы, в принципе, скорее всего, по энергии я не ошиблась, но тут более бешеная энергия, потому что по плану, ну, как бы, когда я говорила, что ворваться, вот, в дом, всё, показать. Ну, это такое внутреннее его состояние, а планы, это более, ну, как вам сказать, планы на общение, планы на поздравления, планы на открытую коммуникацию, на открытое взаимодействие, планы на то, чтобы не то, чтобы поговорить, а, ну, как бы, пообщаться. Вот, вот, главное, чтобы была та возможность, которую, с которой он сможет воспользоваться, вот, какая-то возможность тут. Может, чтобы двери были открыты, но планы есть, планы есть, и они, в принципе, довольно-таки хороши, довольно-таки хороши. И, восьмёрка, ещё я вам скажу, да, король Пентакли, слушайте, ещё я вам скажу, он уже не единожды мог повторять, ну, то есть, это, знаете, обычная, ну, да, слушайте, а они не отлетели, не, подождите. Ну, они не отличаются, сам человек как-то, страсти у него море, но он не отличается изобретательностью какой-то. Он действует, как обычно, сначала, как обычно, а потом уже, как пойдёт, но в отношении, в любом случае, двойки кубков, чтобы возобновить этот процесс или как-то по-другому его запустить. Если не получит, ну, то есть, я бы говорила, что это, знаете, нарезать круги вокруг да около, если вдруг я передумаю, или я не отважусь, или я вот не с этого угла дома зайду, или заеду, или, возможно, покажусь у друзей, или у соседей, или я, возможно, случайно куда-то там загляну, а там где-то вы, или, ну, понимаете, здесь вот что-то такое, но... Это для... сначала идёт совершенно то, что... не то, что обыденно, хотя да, то, чем он совершенно владеет. Ну, то есть, ну, как-то не отличается умом и сообразительностью. Вообще сейчас буду прятать и не расскажу вообще ничего, потому что, с другой стороны, я очень хитёр, но вы не будете видеть то, что я очень хитёр, но мои хитрости... Все мои хитрости не увенчались успехом, все мои хитрости привели к краху, все мои хитрости привели к потерям, и я оказался опять у этой двери и стою тут и раздумываю, как бы у порога, я стою у порога, но всё, что... Слушайте, этот человек не умеет креативить, просто не умеет. Он прямой, как дышла, он прямой, как... он придёт, он купит подарок и бери меня за здесь, потому что я везде такой, и всё, и не морочь мне голову, не мучай меня, просто не мучай меня, я вот тут есть, всё. Я всё понял, я всё решил, я прошёл болезненную ситуацию, мне плохо без тебя, я хочу, я это всё внутри у меня внутренности просто раскурочено, разворочено, потому что это ты, эта женщина, это противная императрица, которая загнала меня в это состояние закрытости. Я себе весь мозг из-за этого вынес и просто стою на месте, хотя мне кажется, что я двигаюсь, но при этом я хочу, чтобы это всё поменялось, и это решение я уже принял, вот только, по сути, выйди на коммуникацию или открой эти двери, потому что, опять же, с другой стороны, оно выходит, что я иду, в принципе, как будто бы войной, что я хочу достичь этой, ну, то есть тебя, как бы, чтобы это было правильно по императору, но предложи мне стул императора, предложи мне, ну, как бы, стул или эфирон императора. Девочки, этот человек очень прямой, он не умеет креативить, ну, просто. Если вы от него чего-то ожидаете непонятно что, я вам говорю, он или будет возле вашего дома туда-сюда, или в вашей калитке, или что там, возле вашего этого аккаунта, или, ну, как-то, ну, говорю, он, ну, не умеет он, просто не умеет он, ну, как-то так. Он, скорее всего, реально может предложить какую-то такую прочность за ним, как за каменной стеной должна себя чувствовать женщина, и это у него в приоритете. Я даю хлеб, кров, я работаю, как этот, на вот это все. Вот, вот люби меня, вот люби меня, и я буду счастлив до невозможности. Я жить буду, я дышать буду, любите меня. Слушайте, этот человек, у этого человека надобность, просто потребность большущая в любви, в осознавании, у него, у него, у самого боязнь, очень, ну, как бы, его или не любили, действительно, или он не ощущает. Он не знает, что такое любовь, он теряется, он реально не знает. У него любовь, это физическое проявление, когда о нем заботятся, и когда он имеет возможность тоже заботиться. А все остальное его просто ввергает в дрожь, его бросает в дрожь и ввергает в некую пучину, ну, как бы, непонятки. Непонятки он, он делается какой-то, то ли сам не свой, то ли применяет какие-то совершенно глупые, не те методы, то ли начинает куда-то впадать в какую-то, но здесь истерии не видно, скорее всего, или в работу зарывается, убегает в работу, вообще убегает и не проявляется, чтобы его никто не видел, а вот я достигну, достигну больших высот, и вот тогда вы увидите меня, тут что-то такое закрытое, слушайте, закрытое, хотя сам он человек, ну, во-первых, опять страсть от него никуда не уходит, это однозначно, он умеет ценить женщину, он умеет, он знает, как в нее вкладываться, но он какой-то, ну, он то ли потерялся в отношении любви, то ли, ну, как-то так, я надеюсь, что вот эту ситуацию я вам постаралась объяснить, что у него происходит внутри, пока мы не пришли вот к этому действию, потому что, потому что, судя по этой, по этому положению, по этому положению, ой, девочки, мои роднулечки, я как всегда вас еще раз поздравляю, потому что боюсь открывать для вас вот эти карты, честно вам говорю, по этому, по этой энергии этот человек может застревать в своей жизни надолго, просто сам застревать, по этой энергии человек может любить женщину долгое время и не открываться, не показывать этому, может ходить, ну, знаете, пример я, ну, как бы, часто привожу, в принципе, такой пример, другим женщинам цветы или подарки дарить, которые не важны, это, ну, расплюнуть, ну, как-то так, грубо, но, но, естественно, а вот любимой женщине, слово ласковое сказать, он заикаться будет, ну, в принципе, в принципе, это большинству мужчинам присуще, вот, если, если вопрос уходит в глубокое осознавание того, что я прикасаюсь к той женщине, которая мне дорога, пусть прикасаюсь мысленно или душевно, ну, как-то, как-то так. Фух, делаю выдох и открываю следующие карты. Ну что, его действия? М-м-м-м, ну, не зря. Ой, девочки, нечем мне вас порадовать совершенно. Когда-нибудь он откроется, я даже не буду говорить, что, может, он двенадцать ночи проспит, как-то так, а под утро, вот это бы было хотя бы так вас порадовать. Хотя бы так вас порадовать, может быть, может быть, но все-таки, девочки, такие карты, ну, извините, мои роднолички, пожалуйста, ну, такой ваш мальчик. Я очень хочу порадовать, я всех очень хочу порадовать, я люблю хорошие расклады. Ну, девочки, ну, завис он в этой позиции, я не знаю, смотрите, что, вот, что должно случиться, что должно случиться, чтобы он вышел из этого повешенного. Вот, что, ну, может быть, смотрите, что еще, девочки, здесь, если проходит ситуация какой-либо, к примеру, если вы заняты, ну, я имею в виду, вы замужняя, или вы в паре, когда он, вот, там выходило, что, вопросы того, что вы с другим человеком. Понятно, он, скорее всего, тревожить не будет, может быть, что такая ситуация, если я говорила, какие-то там круги, или где-то общие знакомые, или еще что-то, может, знаете, передайте там поздравления, а вы там видели, вот, кого-то там, вот, передайте там поздравления. Каким-то образом себя, себя, как бы, обозначить, может быть, или все-таки прислать какую-то смс-очку, или еще как-то, но это такое, это вообще что-то, ну, и на смс-очку-то не очень похоже. Это как будто бы, кто-то, знаете, откуда-то возвращались, и где-то пересечение путей проигралось, вот, и, как бы, я поздороваюсь, и пожелаю хорошего Нового Года, или еще как-то. Ну, я имею в виду, что, если вы недоступны в понимании того, что я бешено хочу эту женщину, но я не могу к ней дотянуться, тогда эта ситуация более-менее, ну, как бы, понятна. Но если вы вполне в досягаемом пределе, хотя бы интернет-ресурса, ну, тогда, тогда это, ну, тогда это, тогда это, это болезнь какая-то, это заболевание. Потому что человек, который, по сути, самозанимается, ну, умерщвляет свою плоть, свои желания, свое, ну, как бы, непонимание. Я тут хочу, с одной стороны, я тут хочу, чтобы эти дороги были открыты, но он, это, знаете, оставить, оставляет место к отступлению какому-то. Для себя. Вот я сделаю в следующий раз, а вот я, я позвоню с утра, или я там поеду, где она, ну, скажу, посмотрю на реакцию, но я не буду тревожить в новогоднюю ночь, я не буду показывать свою слабость. Вот я вам говорила, что по вот этой ситуации он, он хочет припрятать. Опять же, потому что, да, десятка мечей, десятка жезлов, карта мир, тройка мечей, боже ж ты мой, катастрофа какая-то. Катастрофа, катастрофа в том, что он не ощущает себя на первом месте просто, а он его очень сильно желает. Может быть, еще, говорю, тут все равно идет ценная женщина, или женщина, ну, вот, не может к ней никак, никаким образом. Ну, все, женщина под, под охраной какой-то. Ну, или еще, тут может проходить вопрос того, если вы вдруг корону с него сшибали, или, 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 или он потерял сам эту корону, или как-то случилось, что вы задели его самолюбие при всем при том, что он, у него любовь какая-то такая тактильная. Он мог утвердиться в каком-то видении другом, или удостовериться в чем-то, какое-то закрытие, он как будто бы напрочь закрывает свое сердце. Опять эти карты, хотя я мешала, все, все, все подряд, ну, как бы, лежат. Вот, тут вопрос, может проходить вопрос его личной обиды, может проходить, может проходить его личной обиды и обучающего процесса, урока, урок для него, чтобы, урок для него на звезду, на чистоту восприятия. Не знаю, он мог, здесь вопрос того, что он мог ошибиться, или, если кажется, то не кажется, или наоборот, или, может быть, наоборот, то тебе только кажется. Ну, как-то так. Тут уж еще раз, вот в этом процессе, вот в этом процессе у него стоит вопрос, что он бы менял. На что? Или, возможно, процесс, как я уже сказала, воздаяние. Если наступили на любимый мозоль, то это по одному. Если, ну, задели там самолюбие и тому подобное, карта времени все-таки проходит. Вот. Ну, в любом случае, тут или женщина как-то с другим человеком, который он не в состоянии, но есть барьеры, он перепрыгнуть их не может. Может, или вопрос его самолюбия, ну, как-то может проходить. Он не испытал еще до конца, он еще в процессе. Он еще в обучаемом уроке показывает, он еще в обучаемом уроке, он идет только туда, чтобы понять, понять, к чему было, к чему это все как бы происходило, или что из этого следует. Ну, как-то, девчонки, что есть, то есть, все. В принципе, я бы вам все-таки пожелала и пожелаю, пусть он хотя бы с утречка вспомнит или еще как-то о себе, ну, сделает выбор, чтобы о себе напомнить. Или, 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 может, и приедет, ну, как-то так, ну, ну, тут суровый как-то. Ну, и, а если куда, может быть, смотрите, куда я буду ехать, если есть другая, ну, то есть, у женщины другой мужчина, может быть, ну, поэтому смотрите. Ну, в принципе, для вас карты хорошие, и я думаю, что какая-то ситуация, она должна быть вот так. Для вас откроется, может, и может, 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 все-таки. Для вас эта ситуация каким-то образом проиграется, чтобы он понял свой путь, или, возможно, решил, все-таки решился на вот эту открытую коммуникацию, или на эту женщину, или пройти эти преграды, ну, как-то воспользоваться этим шансом. Ну, вот что-то в этом направлении. И вопрос все-таки общения. Слушайте, может быть, слушайте, может быть. Ух ты! Ну, тут есть, ну, ну, как, ну, девчонки, ну, есть же, смотрите, какое пространство, ну, пройдет ли он это? Ух! Где бы ему пинок дать, а? Пусть просто бы выяснил, и все, сказал бы, что он думает, или вот, ну, как-то так. Но, смотрите, неплохие все равно по концовке, если уйти от его вот этого движения, видения этого движения, пространство, в принципе, для вас хорошее, праздничное пространство. Поэтому все-таки я знаю, как надежду, веру, давайте веру. Празднуйте, празднуйте этот праздник, идите, если у вас есть какие-то приглашения, открывайтесь. У вас хорошее пространство, у вас хорошее, у вас даже не то, что хорошее, у вас отличное пространство, просто оно пока завуалировано. Оно пока скрыто, может, его высшие как-то пробудят, тут в отшельнике. Ну, если вдруг, я имею в виду сейчас, девочки, когда, ну, мужчина может до вас достучаться, ну, как-то, чтобы не закрыты к общению. Все, спасибо вам, еще раз вас с наступающим, всего наилучшего и до новых встреч, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok